Здравствуйте! На 12-м канале новости, в студии Елена Бабкова и главная в выпуске. Жара в мае, а мечей ждет неделя настоящего лета. Нарушают противопожарный режим, спасатели бьют тревогу. За праздники потушили более 200 возгораний. Омским артистам будет руковлескать питерская публика. Мы можем пригласить в Петербург. Мы можем приехать и в Петербург, да. Было бы интересно самим музыкантам. Симфонический оркестр выступит на сцене Мариинского театра, когда музыканты отправятся покорять северную столицу. И не устоял под натиском шторма. Дамы и господа, на третьей минуте, 37-й секунде третьего раунда, победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко. Александр Шлеменко одолел бразильца в Искарде Андраде. Фрунзенский и Октябрьский мосты нуждаются в реконструкции. Такому выводу пришли специалисты после проведения обследования. Безопасности мечей объекты не угрожают конструкции в удовлетворительном состоянии, но капитальный ремонт необходим. Октябрьский мост ввели в эксплуатацию 57 лет назад. Здесь нужно провести рекультивацию зоны под мостом, чтобы усилить несущую способность, покрасить ограждения и выполнить ряд других работ. Фрунзенский мост моложе. В прошлом году он отметил 30-летний юбилей, однако и ему нужна реконструкция. Полный перечень работ станет известен после того, когда мосты испытают на прочность тяжелой техникой. Сегодня началась очередная короткая рабочая неделя. Она продлится всего три дня, с 6 по 8 мая. При этом среда будет сокращенная и с работы можно уйти на час раньше. В этом году в связи с Днем Победы россияне будут отдыхать дольше, чем в прошлом, с 9 по 12 мая. Последний весенний месяц стал рекордным по количеству выходных дней. Их оказалось 13. Больше было только в январе. Следующий праздничный выходной россиян ждет 12 июня, в День России. Ну а синоптики прогнозируют в эти дни до плюс 29. Вся неделя обещает быть жаркой и сухой. Во вторник и среду воздух в Омске прогреется почти до 30 градусов со знаком плюс. Но при этом сохранится сильный ветер. Тем временем омские спасатели бьют тревогу. За майские праздники в области произошло больше двух сотен возгораний. Это при том, что в регионе введен особый противопожарный режим. Но люди его нарушают. До 9 июня строго запрещено разводить костры, а также жечь сухую траву. Так, в Ленинском округе сухостой полыхал на площади в 8 тысяч квадратных метров. На улице Камышовой огонь едва не перекинулся на автомастерскую. А в 14-м военном городке под угрозой был весь частный сектор. Пламя вплотную приблизилось к строениям. К счастью, спасатели сумели не допустить трагедии. Никто не пострадал. Напомню, что за нарушение режима грозят штрафы. До 4 тысяч рублей частным лицам, до 40 тысяч коммерсантам и до 200 тысяч юридическим лицам. Боец смешанного стиля Александр Шлеменко принимает поздравления. Омский шторм победил бразильца Вискарди Андрады на турнире в Челябинске. Противостояние получилось нервным. Оба спортсмена предпочитают вести поединок в стойке. Ольга Колесника о горячем бое на ледовой арене. Весь сегодняшний день в Челябинске дул очень сильный ветер в городе. В течение дня было объявлено штормовое предупреждение. Но буквально за полчаса до начала бойцовского вечера все страсти перемещаются в ледовую арену «Трактор». Именно здесь буквально через считанные минуты начнет свое выступление омский боец Александр Шторм Шлеменко. Ну и сейчас мы внутри ледовой арены «Трактор». Здесь довольно-таки эмоционально. Все в ожидании главного боя вечера. Совсем скоро в клетку выйдет Александр Шлеменко. Но мы тоже ждем этого с нетерпением. На арене децибелы зашкаливают. А вот в раздевалке Шлеменко в ушах звенит от тишины. Концентрация стопроцентная. У бойца с Челябинском плохие ассоциации. В свой прошлый приезд в этот город он проиграл нокаутом бразильцу Бруно Сильви. Желание реабилитироваться перед местной публикой и своими болельщиками у Шлеменко невероятное. Позже в интервью он скажет, что перед этим боем волновался даже сильнее, чем перед своим первым профессиональным спаррингом. Бразилец заряжен и горит желанием одолеть Шлеменко. Шторм сверлит взглядом соперника и старается сохранять спокойствие. Рефери дают команду и самый валидольный раунд, по мнению комментаторов и экспертов, начинается. Андрады бросается на Шлеменко с кулаками. Шторм вынужден защищаться. На встречу слева попадает Андрады. Да, остановился Александр, пошел вперед. Мне кажется немного, что Андрады чуть вымахался, вы правильно сказали. Этого и ждал Шлеменко. То, что бразилец вымахался в первом же раунде на руку омскому бойцу. Манера ведения поединка у Шторма такова, что он выматывает соперников. Выносливости и сил хватает не у многих, чтобы выдержать набирающего обороты к каждому раунду Шторма. Ну и, сможет ли Александр закончить бой досрочно? Да, Александр показывает, вставай в стойку. Там не было попадания в Андрады, просто он уже падает обессильный. Но Александр все правильно делает, он не лезет в партер, где, так сказать, есть время передохнуть для Андрада. Темпа навязанного бразильцу он не выдерживает и через 3 минуты 37 секунд третьего раунда нокаут. Пускай оттяжеленный удар, все. Да, это нокаут. Господа, на третьей минуте 37 секунды третьего раунда победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко. Я профессионал, у меня больше 60 профессиональных боев. Я чувствую, что происходит в бою. Мой стиль, это стиль бескомпромиссный и жесткий. Я себя не жалею, не жалею соперника, вы все это видите. Я мог отбегать, отпрыгать, оттыкать ему лоукиков, оттыкать ему джебов, перевести его в партер. Но что, вам бы понравился такой бой? Я думаю, нет. Почти полчаса не отпускали журналисты Шлеменко. И главный вопрос, удовлетворен ли он теперь своим визитом в Челябинск. Я переживал здесь не по-детски. Как будто у меня первый бой, а не больше 60 профессиональных боев. Почему? Потому что тоже все хорошо, чувствую себя отлично. Год назад выхожу, непонятно, что происходит. Вообще такого быть не должно было, понимаете? Я переигрывал во всех моментах, потом бам, словил. И рефери мне не дал даже шанса реабилитироваться. Здесь, слава богу, спасибо еще раз рефери, что он, наверное, более опытный. Он дал мне шанс реабилитироваться. Все-таки я профессионал, он, наверное, знает, сколько я выступаю. И все мы видели, все нормально. А говорю, город очень тяжелый у вас такой. Чтобы выиграть здесь, ну, это надо очень сильно постараться. Ну, а уже на следующий день в Омске Шлеменко встречали его родные и друзья. На перроне железнодорожного вокзала собралось около ста человек. Ольга Колесник, Вячеслав Шишмаренков. Специально для 12-го канала из Челябинска. Поздравил Александра Шлеменко с победой губернатор Александр Бурков. Цитирую. Поздравляю Александра с победой в юбилейном 70-м турнире в его карьере. В этом непростом поединке мы увидели настоящий бойцовский характер, отличную подготовку и самообладание Александра. Уверенной победой над бразильцем Вискарди Андраде Шторм доказал, что остается одним из мировых лидеров смешанных единоборств и примером для подражания. Триумф Александра в Челябинске всем его болельщикам подарил очередной повод для гордости за российский спорт. Пусть этот успех станет мощным стимулом для Александра и воодушевит его на покорение новых бойцовских вершин. Конец цитаты. День победы в Омске ограничат движение сразу на нескольких магистралях. Перекрывать центр города начнут уже завтра, не за репетицией парада. Тренировка торжественного построения войск Омского гарнизона пройдет с 19.30 и до полуночи. Ну а 9 мая центр закроют с 8 до 16 часов. Это связано и с проведением парада, и с шествием бессмертного полка. На формирование колонны в Омске потратят около двух часов. Сбор назначен на 11 утра у библиотеки имени Пушкина на Красном пути вплоть до улицы Волочаевской. Эту территорию огородят так, что все пришедшие должны будут пройти через специальные рамки металлоискателей. Этого требует правило безопасности. Само шествие предположительно начнется около часа дня, как только соборную площадь покинет военная техника. Это победа, это радость. Но вместе с тем я бы хотела напомнить о том, что это еще и такая сдержанная, глубокая печаль. Мы знаем, что стоила нам эта победа. 27 миллионов каждый второй из Омской области. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы и эта позиция штаба не превращать бессмертный полк в первомай. Мы бы очень хотели, чтобы не было моды на участие в бессмертном полку. Мы бы очень хотели, чтобы святое осталось святым. Организаторы ожидают, что в этом году в бессмертном полку пройдут около 70 тысяч мячей. Еще 140 тысяч жителей региона поддержат акцию в районах области. По традиции, участие в памятном шествии примут и люди с ограниченными возможностями здоровья. В Омске их уже около сотни. В том числе и инвалиды-колясочники. Их на протяжении всего маршрута будут сопровождать волонтеры. В Омске запускают эко-такси. Воспользоваться его услугами могут те, кто заботится об экологии и сортирует мусор дома или в офисе. Им предлагают заказать специальную грузовую машину, которая приедет в течение трех дней и заберет накопленное на переработку. Вывоз макулатуры от 100 килограммов или пластика от 30 килограммов проводится бесплатно. За большие объемы придется заплатить от 200 до 600 рублей. Также сдавать можно алюминий, стекло и одежду в хорошем состоянии. Эко-такси – инициатива организаторов проекта «Мобильный прием в Торсырья». Его участники сняли специальный видеоролик, где объясняют, какие виды мусора принимают на переработку и как правильно сортировать отходы. Стекло. Есть бутылки, есть банки. Бутылки сортируем по цвету и банки. Это отдельный пакет. Когда все это сразу рассортировано по пакетам, это очень удобно. Это, опять же, экономит время сортировки волонтеров. Организаторы надеются, что эко-такси станет популярным. Тогда они смогут снизить стоимость его заказа. Вызвать машину можно через группу ВКонтакте, «Мобильный прием в Торсырья» в Омске или по телефону, указанному на экране. Заявки принимаются в будни с 9 до 19 часов. Добавлю, что сейчас в России к переработке пригодно больше половины всего имеющегося мусора, но перерабатывается всего 4% отходов. Омский симфонический оркестр выступит на сцене Мариинского театра. Об этом глава региона Александр Бурков договорился с Валерием Гергиевым. Всемирно известный оркестр Мариинки под руководством маэстро в Омске дал два концерта в рамках 18-го Московского пасхального фестиваля. Программу посвятили 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского. Перед выступлением Валерий Гергиев пообщался с Александром Бурковым. Встреча длилась полтора часа и оказалась продуктивной. Глава региона предложил включить выступление Омского академического симфонического оркестра в абонемент Мариинского театра. Хотелось бы на самом деле расширить практику наших отношений, попросить вас оценить уровень нашего оркестра. Нельзя ли рассмотреть возможность проведения концерта нашего оркестра под вашим руководством? Чтобы мы можем пригласить в Петербург? Мы можем приехать и в Петербург, да. Было бы интересно самим музыкантам. Валерию Гергиеву эта идея понравилась. Когда Омский симфонический оркестр выступит на сцене Мариинского театра, пока обсуждается. График Мариинки расписан на три года вперед. Несмотря на это, Гергиев пообещал найти время для омских артистов. Возможно, уже в следующем сезоне. Мы с удовольствием приняли бы еще раз оркестр отсюда, из Омска, у нас, в нашем концертном зале. Мы располагаем очень сильной группой певцов. У нас сильные инструменталисты. Мы делаем программы, которые привлекают к выступлениям в России многих знаменитых зарубежных музыкантов. Кто-то из них мог бы пролететь и выступить в том же, если хотите, гастрольном турне, не только в Санкт-Петербурге и в Москве, но и в Омске. Разговор был полезным. И, наверное, вы в ближайшие 2-3 года увидите какие-то позитивные результаты именно по следам такого общения. Ярко, смело и интересно о том, чем живет омская молодежь. 12-й канал вновь приглашает зрителей стать гостями квартирки. Новый выпуск передачи выйдет сегодня в эфир в 20 часов. Ребята расскажут, как в Омске можно покорять горные вершины. Скалолазание в регионе становится все более популярным. Покажут выступления одной из молодежных рэп-групп, а также отыщут в городе супергероев из комиксов Marvel. Ну а в гости к ведущим придут омичи, которые не так давно стали хозяевами необычного пса из приюта для бездомных животных. Итак, не пропустите эфир программы «Квартирка» сегодня, а сразу после итогового выпуска новостей в 20 часов. Впереди прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». И о погоде. Спонсор прогноза ИП Севкова МБ. Выставка продажа теплиц в Омске. Парковка у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. Завтра, 7 мая, в Омске и области переменная облачность. Температура воздуха в районах ночью плюс 11, плюс 14, в дневные часы до плюс 26. В Омске ночью 13-15 градусов тепла. Днем термометр покажет плюс 27. Ветер западный, 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Овощи с прилавка? Это не годится. Выращивай и ешь из своей теплицы. Выставка продажа теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка и хранение бесплатно. В апреле при покупке теплицы парник в подарок. Площадь у Кит интерьера и континента. Телефон 505023. На этом пока все новости. До встречи.